Нам кажется, что мы знаем об их жизни больше, чем о своей собственной. Их имена – легенды. Они знамениты, они – звезды. Но и звезды рано или поздно гаснут. Александр Барыкин, Людмила Гурченко, Ия Савина, Алла Баянова, Михаил Казаков. Сегодня о них, о тех, кто ушел в 2011 году. «Меня позови, избранник мой милый, Забудем, что был избранник мой милый, Чудесней нет силы, Чем села любви. Пусть влечит вино, Я пью, все мне мало...» Редко в театральном мире встречается человек столь скромный, придающий так мало значения всему, что не относится напрямую к искусству. В ролях Татьяны Шмыги биография не только самой актрисы. В них почти полувековая биография советской и российской оперетты. «Наш звук – это глаз Господа, потому что все звуки, которые мы издаем в музыкальном смысле, это позволение свыше передавать их. Мы как те передатчики информации. Информация его мыслей – это, говорит, не мои мысли. Все, что мы делаем – это все дар Божий. То есть мы это все понимаем и все это все знаем. Но по-настоящему жить этим мог человек, который по факту жил этим». В 1962 году Татьяна впервые снялась в кино. «Вот мой сюрприз!» «Цветы? Откуда среди зимы такое чудо? Поручик? Я не обещала вам ничего!» «Прошу пощады!» Ее, человека, преданного театру, привлекла возможность попробовать себя в новой роли, пообщаться с интересными актерами и режиссером Эльдаром Рязановым. В фильме «Гусарская баллада» она сыграла в эпизоде французскую актрису Жермон, которая застряла в снегах России во время войны. «Я пью, сам я пала, Аж я плачала и кружится тала, Не верстся!» «Браво!» «Браво!» Народная артистка СССР Татьяна Шмыга скончалась после продолжительной болезни 3 февраля 2011 года. Будущий искусствовед, переводчик, теле- и радиоведущий после окончания школы мечтал о ГИТИСе. Но отец настоял, чтобы сын сначала получил серьезное образование. Виталий поступил в МГУ на юридический факультет. Получив диплом, работы он не нашел. Юноше еврейской национальности без связи в Москве места не было. Это было очень тяжелое и страшное сталинское время. Это были годы космополитизма. Это были годы «Идеологического диктатора». Когда в университетах изучали доклад Жданова о журналах «Звезда» и «Ленинград». Когда подвергалась гонению гениальная Анна Ахматова. Когда уничтожали Михаила Зощенко. Когда в кино подвергался гонениям Эйзенштейн. Это была эпоха изничтожения интеллигенции. В 90-х годах Виталий Вульф появился на телеэкране, сделав передачу о великой русской актрисе Марии Бабановой, с которой был дружен и чьи письма к себе опубликовал, показав трагедию актрисы. Его программа «Серебряный шар» стала известна всей стране. Это природа. Это талант. Это обаяние. И у каждого свой талант и свое обаяние. Виталий Вульф скончался в реанимационном отделении Боткинской больницы 13 марта 2011 года. До последних своих минут он находился в сознании и боролся с коварной болезнью как мог. В 80-е его голос звучал из каждого радиоприемника. Под его хиты молодежь отплясывала на всех танцплощадках. Поклонницы не давали прохода популярному певцу. Останавливали на улице, просили автографы. Саша стал таким серьезным столпом в становлении каждого из нас, потому что трудно было представить себе человека, который избежал знакомства с этими хитами. Мы все выросли на этих песнях. Он посвятил музыке всю свою жизнь. 26 марта 2011 года он в очередной раз вышел на сцену. Во время последней песни ему стало плохо. Это был сердечный приступ, пережить который певцу было не суждено. Его звали Александр Барыкин. Мы с Сашей должны были встретиться для того, чтобы осмотреть мою коллекцию. У меня 50 гитар. Он очень хотел на них поиграть, подышать здесь воздухом. Но ухуй. Я буду долго гнать велосипед В глухих лугах его оставлю Нарву цветок и подарю букет Той девушке, которую люблю Нарву цветок и подарю букет Это самое главное за эти аплодисменты. Это все, что нам нужно на самом деле. По большому счету. Уважение, аплодисменты и признание. За наш труд. Все эти песни не только стали всенародными хитами. Каждая из песен выстроила что-то в жизни. Каждого из нас в судьбе. Каждого из нас под какую-то из песен мы знакомились, целовались с первыми мальчиками. Под какую-то из песен мы грустили. Как угодно. Но эта песня – это часть нашей культуры, часть нашей жизни, часть нашего становления. Просто, видно, в те годы меньше было конкуренции. И были более доброкачественные песни. Так скажем. Сердечные, душевные. Мелодия могла прийти к нему внезапно. Просто возникала в голове. Барыкин даже говорил, что из-за этого не водит машину. Потому что в любой момент мог задуматься и начать сочинять. То, чего он хотел, он добился. Единственное, конечно, можно было бы к себе отнестись немножко как-то так, повнимательнее к своему здоровью. Это еще раз говорит о том, что он думал, меньше думал о себе, он больше думал о мне. Был ли я знаком? С Людмилой Марковной Гурченко. А скажите, кто в этой стране не знаком с этим именем? Я вам песенку свою про пять минут. Эту песенку мою пускай пою. О жизни звезды кино, театра и эстрады Людмилы Гурченко кажется известно все. И то, что лишь немного не дожила она до своего любимого месяца апреля. В 1956 году на экраны страны вышла новогодняя комедия «Карнавальная ночь», в которой главные роли по настоянию Ивана Пырьева сыграли известный Игорь Ильинский и студентка Людмила Гурченко. Ну, Гурченко – это святое, карнавальная ночь – это святое. Никуда и будет святое. Для всех поколений будет святое. Потому что это Гурченко, это карнавальная ночь, это Рязанов, это великие актеры, которые принимали участие в съемках этого фильма. Картина имела огромный успех у зрителя, но вызвала недовольство советской номенклатуры, многие представители которой узнали себя в сатирическом образе Огурцова. То был настоящий приговор и актрисе – однодневка, несерьезно, несоветуем, не следует, нежелательно. Ее перестали снимать в столице, забыли, тихо похоронили. Это была словно новая война травля, но ведь было еще и военное детство. Это не могло не сказаться потом на здоровье внешне безупречной звезды. Она сидит в гриму горной, я подхожу, стою рядом, она так на меня смотрит. Вы очень талантливый артист, вы супер, я вас обожаю. Но никогда не надо меня показывать. Я внутренняя актриса, я внутренняя актриса. Как жаль, что вас здесь нет, и мне не повторить, что прожито без вас. Как жаль, что вас здесь нет, и нам не разделить наш каждый день и час, хочу, чтоб приятно, или где-то вы услышали бы это. Как жаль, что вас со мною нет. Все случилось в начале 2011 года. Травма ноги, операция, нагрузка на организм, тромбоэмболия легочной артерии и почти мгновенная смерть 30 марта. Бригада скорой помощи так и не смогла реанимировать любимую актрису. Я не был на похоронах, к моему сожалению. А может быть, и не надо было мне там быть. Она у меня живая, она где-то, она где-то там, с сережкой, в своей комнате, в квартирке. Она жива, она там что-то творит, работает, придумывает спектакли какие-то, она хочет играть в кино еще. Это в моей сейчас памяти ощущения, которые со мной сегодня происходят. Она жива для меня. В начале 90-х годов актер, режиссер, сценарист Михаил Казаков с семьей уехал в Израиль, где работал в Тель-Авивском театре. В 1996 году он вернулся в Россию, чтобы осуществить свои последние планы. Через несколько лет у народного артиста был диагностирован рак легких в неоперабельной форме. 22 апреля 2011 года Михаил Казаков умер. В 1959 году, окончив школу-студию МХАТ, Александр Лазарев стал актером Московского театра имени Маяковского. Этой сцене он не изменял до конца жизни. Своё постоянство артист демонстрировал не только в работе. Его единственной любовью была Светлана Немоляева. В последние годы у Лазарева были проблемы со здоровьем, болело сердце. Однако он продолжал работать. Его смерть стала потрясением. За несколько дней до этого он перенес плановую операцию, которая, по словам врачей, прошла успешно. Александр Лазарев ушёл 2 мая 2011 года. Свои первые программы на советском телевидении Юлия Васильевна вела в прямом эфире и не имела права на ошибку. И даже тогда, когда потом начались повторы, люди стали просить о том, чтобы повторяли ту или иную тему. Её стали повторять в вечернее время, то есть передача шла в воскресенье или в субботу, там меняли время, то в воскресенье, то в субботу, по просьбам зрителей. И люди просили, чтобы повторяли вечерние часы. Повторяли вечерние часы. Но мы вновь приходили. Причём не только я приходила. Но приходили даже выступающие профессора. Раньше были прямые эфиры. То есть вообще ошибиться не имел права человек. За это спрашивалось очень строго. А она работала с 1969 по 1986 год. Приходя в студию, безусловно, она всегда была готова. Несмотря на её, так сказать, непростое состояние физическое, по здоровью я имею в виду, да, прежде всего, боли, которые она испытывала. Последние годы, конечно, было тяжело. У неё болели суставы, руки и так далее. Мы там помогали, пытались как-то это что-то найти, чтобы это как-то исправить. Но она же сама была врачей. И не то, что мы там, которые в этом ничего не понимают, она всё про себя, я думаю, понимала. Долгие годы она вела программы, которые просвещали людей в области медицины. Слову этой женщины доверяла вся страна. Ей доверяли самое дорогое – своё здоровье. Она была боец внутри себя, готовая всем помочь. И не боец для себя, потому что люди, как бы вот, ну, она не могла, потому что жизнь, она сложная, это борьба. А Юлия Васильевна не могла как доктор, как женщина, как мать, как искренний, красивый человек просто вот причинить кому-то какую-то боль или неудобство. Шлеп её известности был очень велик. Я был маленьким мальчиком, когда впервые видел знаменитую программу «Здоровье». В последние годы жизни она видела, что состояние её здоровья ухудшается. Старалась делать всё возможное, чтобы победить болезнь. Но недуг оказался сильнее. 5 июня 2011 года остановило сердце известной телеведущей Юлии Белянчиковой. Она ушла сейчас, и, честно говоря, это место незаменимо. Вот говорят, незаменимых людей нет. Есть люди, которых заменить неким. А вот вместе с ней ушла та интеллигентность, которая была присуща советским медикам. «Я ещё не успела испить свою осень, а уже снегопад сторожить у ворот». А у вас хватка вот есть и так? Есть. Есть хватка? Да. Подарил отец. Силая женщина? Да. Я думаю, что да. Через всё, что прошло пережить, конечно, да. И остаться сама собой – это называется то, что ты называешь хваткой. Алла Баянова родилась в Кишинёве, выросла в Париже, в доме, где постоянно толпились московские и петербургские цыгане. Но долгие годы провела в Бухаресте. В 76-м году даже ненадолго приехала с гастролями в Советский Союз. Но настоящий триумф здесь её ждал в годы перестройки. Она окончательно вернулась в страну, получила советское гражданство и продолжала выступать почти до самых последних дней. Многие могут только позавидовать её сочному чистому голосу. Попса до того засорила всё красивое. Слушай, такие тексты, что я даже записывать стала. Так, просто так, если баба будет, всё, что можно. Умерла певица в московском хосписе в почтенном возрасте после продолжительной болезни 30 августа 2011 года. В кино этот актёр с 13 лет. Его первая роль – Костя Иночкин в фильме Элия Маклимова «Добро пожаловать» или «Посторонним вход воспрещен». Фильм имел грандиозный успех у зрителей, но после первых показов был снят с проката как антисоветский. Кто поручится, что Иночкин теперь не несёт себе заразы? Кто? И это не первые нарушения Иночкина. В день приезда он фехтовался на палках, а вслед за ним все стали фехтоваться. Люди не ожидали, что мы в Советском Союзе можем снимать вот такие фильмы, как в Америке снимают фильмы про ковбоев. То есть то же самое делают, что взрослые люди, это же самое делают дети. Киноактеров, снявшихся в первом русском вестерне, никто не называл звёздами. Но в стране не было человека, который не смотрел бы «Неуловимых» как минимум 3-4 раза. Я хочу сказать, что я не являюсь тем, так сказать, человеком, который в детстве снялся в каких-то, как сейчас говорят, гламурных ролях, так сказать, главные роли, там, в одном фильме, во втором, даже в третьем, в четвёртом, так сказать. И как они после этого себя чувствуют? Ну, это чувствуют себя те, кто после этого перестал сниматься. После «Неуловимых мстителей» Виктор Косых навсегда остался Данькой. Эта роль считается главной в биографии актёра, несмотря на то, что потом он снялся ещё в полусотне картин. Мороший морд подожгли! Успеем! Честное слово, вот, сказать, ни о чём не жалею. Гамлета сыграть, так сказать, не стремлюсь, как в своё время с Авелик Раморов стремился сыграть Гамлета. И все роли, сколько я сыграл их, вот 57, они все разноплановые, героические, лирические, юмористические, то же самое, добро пожаловать. Поэтому я считаю, что в своей кинематографической жизни, ну, для себя всё, что я мог, я вроде как бы сделал. Виктор Косых умер 22 декабря 2011 года в своей квартире в Москве от инсульта. На прощание с Данькой пришли только родные и близкие друзья. Ну, а вам, дорогие зрители, желаю всего самого доброго. И хочу сказать прекрасными словами из нашего фильма, из наших неуловимых. Если снова над миром грянет гром, небо вспыхнет огнём, вы нам только шепните, мы на помощь придём. Всего доброго, до встречи на экране. Субтитры создавал DimaTorzok Давайте вместе сохраним эти обычаи, помнить великих людей, людей, живущих в наших вот этих тайных шкатулках, которые мы иногда открываем, вспоминаем, почитаем, чтим и верим в самое лучшее, в самое прекрасное, что миру может дать человек. Наши кумиры. Они ушли в 2011 году. Мы будем помнить. Мне бы быть звездой, той, что над тобой, видеть, что ты рядом и что живой, радоваться вместе рожденью дня, хрупкую надежду в душе храня. Если снова бой, вся моя любовь устремится первой, теряя кровь, мы уйдём от нашей с тобой войны и моей невысказанной вины. Ах, мой сынок, на какой из чужих дорог стынет сердце твое на снегу, я молитвой тебе помогу. Субтитры создавал DimaTorzok